Учебная лаборатория Учебная лаборатория Учебная лаборатория Агентство земельных отношений Республики Казахстан Шалабаев Талибай Маханович. Слово для приветствия предоставляется академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан, доктору технических наук, профессору, ректору ККУ имени Шоканова Раханова Абжапарову Абдамуталиту Абжапаровичу. Абжапарович Казахстан Шоканов, «Абжапаров» Казахстан Шоканова Абжапdar Юрия Ры Pauseعburn Абжапарович Казахстан Шоканова Р «Абжапаров» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в 18-ти случаях наши дети были призерами. Но если вот так посмотреть, то разумный человек сразу поймет, это довольно-таки достаточно хороший результат. Так, обеспечивающим, ну, я не буду говорить первую пятерку, но, по крайней мере, первую десятку, если вот по баллам посчитать, значит, среди университетов наших. Это говорит о том, что наши студенты, значит, вот каковы они есть, мы должны ориентироваться. Второе, значит, это учебно-лабораторная база, которую мы создаем, на базе чего мы должны готовить наших студентов. Ну, теперь и эта сторона, значит, как вы видите, вчера вы презентовали, сегодня презентуем, завтра, по-моему, предстоит презентовать, так, значит, уже выходит на достаточно хорошем уровне. Теперь это остается третья сторона. Это наши педагоги, которые будут непосредственно готовить наших студентов на этом учебно-лабораторном, значит, оборудовании. Это вы, дорогие коллеги. И вот это тригидество должно дать высококачественный результат, высококачественную, значит, высокогвалифицированную специалистов. Чего мы добиваемся и что стоит перед нами глава нашего государства, президент нашей республики, Александр Назарбай. Уважаемые коллеги, я, что, конечно, радуюсь за происходящее в нашем университете, желаю вам успехов в этом деле, чтобы мы не раз праздновали подобные действия. Поздравляю вас. Слово предоставляется заместителю начальника Акмолинской областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Айнхожен-Канат Кожгалевичу. Уважаемые коллеги, уважаемые преподаватели Акроэкономического инспекции, я очень рад сегодня присутствовать в открытии лаборатории почвенного анализа, переработка, что на сегодня это самое важное. Мы говорим о растеневодстве, растеневодство идет у нас на большом уровне. Мы говорим, что основа стоит переработка. Если взять переработку по муке, Казахстан занимает первое место по выпуску переработки муки. Мы экспортируем, наша область экспортирует более 30 стран мира. Это Китай, Иран, ближние зарубежья, Азербайджан, Грузия, можно много-много говорить. Это говорит то, что мы на сегодня конкурентоспособны. И северный Казахстан, вы знаете, это основа растеневодства. И дальше это мясное и животноводство, что идет тоже на хорошем уровне. Вторая лаборатория, это агрохимическая лаборатория. Определение почвенного состава растения, гербицидов, удобрения. Это немаловажно. Если мы сегодня выращиваем хороший хлеб, она должна сопровождаться. Сопровождаться определением качества дальнейшего нехватки каких-то препаратов или удобрения. Вот как раз сегодня мы, наверное, и собрались по этому ходу. Разрешите всех поздравить с этим знаменательным днем. Пожелать всего самого хорошего. Я сам выпускник этого университета. Я горд, что закончил именно сельскохозяйственную Казахстанскую университет. Также являюсь параллельно председателем ГЭК агрономического факультета. Также подбираем кадров, как являются одни из работодателей. На сегодняшний день могу похвалиться более 40 человек нашей территориальной инспекции, именно закончившие именно этот университет. Всем поздравляю с самого хорошего, дальнейших успехов, плодотворной, как говорят, работы всем нам. Спасибо. Слово предоставляется доктору сельскохозяйственных наук профессору Ясинееву доктору Кавдошевичу. Товарищи, сегодня благоприятный день для сельскохозяйственников. Благодаря нашим ректорам, которые проработал всего лишь полгода, организовал лаборатории, две лаборатории. Сейчас я их предварительно посмотрел. Доволен теми приборами, которые насыщены, эти две лаборатории, современными. Конечно, там недостатки есть, эти недостатки попозже, видимо, исправят. И он обещает нам еще одну лабораторию, животноводческой продукции. Видите, для чего нужны эти лаборатории? Для чего нужны? Вот. Мы едим, пьем с магазина. 60% импортной продукции реализуется без контроля. Мы берем тем стандартам международным, региональным, которые существуют в СНГ и дальнем зарубежье. А что мы сейчас, что пьем, едим, будем приглашать экспертов с Астаны или с Алматы? Нам надо иметь свою базу. Начиная от цикла производства, наполили животноводческий фельд. Вплоть до переработки, транспортировки, упаковки, пока не станут у нас. Эта продукция не будет у нас на столе. Что мы едим, что мы пьем. Для этого нужен контроль. Эти лаборатории предназначены не для того, чтобы весь университет пригласил, а потом обозорится, ничего не делал. Это нас обязывает, чтобы мы эти лаборатории действовали не на бумаге, а на деле и контролируем. Со временем надо взять аккредитацию лабораторий. Аккредитованные лаборатории дают сертификат международный. То есть та продукция, которая поступает в дальнем, в ближнем зарубежном, должна здесь контролироваться. И знать мы должны, что мы едим, что мы пьем. Для этого создаются и лаборатории. Это пьемы у нас. Раньше, когда, в 90-х годах, когда... Ань, Кодин Георгий, ты какой-нибудь сказал? 90-й. Второй год, да? 90-й? Да. Это где же, 4-й, 5-й. Когда МИКФАК здесь организовывался, для механизаторов все тренажеры были. Сейчас ни одного тренажера не осталось. Понимаете? Мы сейчас учим на таблицах. Даже более же и нет. Нормально. А когда будет лаборатория, студенты обязаны что делать? Студенты обязаны на поле. Вот здесь у нас поле есть. Там учебно-опытное хозяйство. Они должны, начиная от производства, контролировать переработкой. Вот. Поэтому, значит, со временем студенты обязаны все дипломные работы проводить на поле и в лаборатории. На основании этих данных, после матемической обработки, достоверности этих данных, защищать дипломные. И ученых, которые сейчас работают в магистратах, они должны использовать этот материал и опубликовать студентские и доучные труды. Совместные труды со студентами. Тогда будет то. Я почему-то недавно учебно-опытной комиссии говорю. Студенты обязаны проводить... У нас стопроцентную защиту почти. Поэтому они обязаны дипломные работы защищать. А чтобы дипломные работы защищать, не выкачивать с интернета, а использовать материалы, которые у нас проводятся на ферме в учебном хозяйстве и изъедного в оконном поле. Благодарю за внимание. Слово предоставляется профессору, академику, директору Агроэкономического института Абдулаеву Кинджерико Жахметовичу. Руководцу большое спасибо. В этом году мы уже открывали пятую лабораторию. Два лаборатории были агрохимии. И получили материалы мировой коллекции. 250 сапартовсков. Ширинцы, которые будут студенты на поле заниматься. Здесь и заработало опытное хозяйство. Уже из 300 необработанных участков у нас было 362 детали. В этом году освоено 100%. Обработка получена. И все студенты в этом году уже работают на этих полях. Поэтому руководству большое спасибо. Мы будем, скажем, думаем, агрокомиссии сегодня подведет руководство. И по составам, и будут новые селекции, и будут бабшевицы, и по многолетней траве. Поэтому, я думаю, эти лаборатории, которые открываются, открываются действительно очень помогут нашим студентам, и нашим, которым занимается наукой. Потому что весь мир работает и опирается на фактах, на лабораторных данных. Поэтому, вам большое спасибо, руководству нашего университета. И я желаю всегда, скажем, нашим докторам, нашим заведующим кафедрам, научным, нашим преподавателям, чтобы всегда был успех и, скажем, увлеководность за убежденных изданий. Потому что уже возможность есть, благодаря этими данными, можно уже выступать на международном уровне. Поэтому, я коротко скажу, наша программа. Программа будет такая, две лаборатории будут открываться в этом здании. Это 138-я и 138-я. И обратно возвращаясь, мы посмотрим в лабораторию технических технологий, которые, скажем, привезли с Россией. Три лаборатории будут у всех факультетов. И мы, наверное, поднимаемся на второй этаж, хотим показать те лаборатории успехи, которые открылись в экономической факультете. И на третий этаж у нас остается минимал. После минималки идем в актовый зал. Актовый зал тоже новый. В этом году мы, скажем, сдали. И в этом актовом зале до трех мы должны закончить. С три до четырех будет там расширенный учебный совет. Вот такая наша правила. После учебного совета, в 14-й, спускаемся на первый этаж. Кафедра России и Урска приготовила пупше для наших преподавателей. Областной территориальной инспекции Айткожин Канад Кашгалевич. Актовый зал. Продолжение следует... 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 Здесь образец из 100 территорий, здесь показывается, у нас в Казахстане хорошие сорта, тамцинские и все остальные сорта показывают до 100%. Хотя по стандарту положено у мягкой пшеницы до 60%, у твердой до 70%, но у наших Казахстанских в условиях конектного года показывают до 100%. Здесь можете посмотреть, если это. Так, термостат. Здесь в основном определяем пассивные качества, силу роста, энергию прорастания, схожесть. То есть растения здесь для схожести, здесь до 7 дней, до 3 дней силу роста. Здесь температура сохраняется определенно, нам для прорастания поднимают 23 градуса. Но термостат, дождь, не длина, это тоже одна из последних моделей, которая может использоваться в продолжительное время. То есть у нас сейчас весной, мы только закупили его зимой, мы сейчас на этом приборе определили все схожести, которые мы сеем сейчас на участке, все нужные семена, годные для посева, не годные. То есть на вот этом приборе мы уже определяем. И в лабораторных работах мы с студентами ставим на скорость, на силу роста. То есть все необходимые материалы у нас все имеются. Так, вот этот прибор... Вредители какого-то использования... Комбитилат... Комбитилат... Зерно... Зерно... Зараженность зерна. То есть здесь у нас в зерне имеются живые вредители, зерно вообще не принимает элеватор. Поэтому вот этот ситок именно определяет зараженность зерна живыми вредителями. Вредители у нас для хлебных запасов. Это тоже последняя модель, мили 65. Десять, самое очень удобное то, что можно его взять на поле, готовый путляр, повесил на спину, там внутри. Да, взял, вот черпанул немножечко, вот зерно засыпал. Вот влажность определяется в 16 культур. У муки, у сои, у льна. То есть у всех сельхо-сультур. В полевых условиях, особенно в уборку. Вот уборку убрав, как ходить, какую обработку производить. Здесь за 2 минуты, вот пшеница, здесь нажали, влажность покажется. Хранители сушили. Да, да. Температура вот здесь, вот 11,5. То есть оно сухое зерно, в котором можно уже спокойно, без всяких проблем положить на хранение. То есть вот это вот стандарт. Торжественная церемония открытия лаборатории. Разрешите приступить к открытию второй лаборатории нашего института, лаборатории агрохимии. Для торжественного перерезания ленты приглашается ректор ККУ имени Шоканова Абжапаров Абжапарович и директор Акмолинского представительства АОНК, протокорпорация Пиктимиров Азет Кабаевич. Спасибо. 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 Спасибо.